Общее дело хороших людей. В Москве состоялась ежегодная общая встреча участников проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Мероприятие было посвящено подведению итогов за 2023 год. Встреча началась с благодарственного молебна. Подробнее событие в сюжете Галины Ледвиной. Такие общие встречи – это уже сложившаяся добрая традиция волонтеров проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Его участники проводят исследовательские, противоаварийные и консервационные работы в заброшенных, разрушающихся деревянных храмах и часовнях в русской глубинке, главным образом на Севере. Новая встреча в концертном зале Измайлова была посвящена итогам прошедшего в 2023 году экспедиционного сезона. Прошло 68 экспедиций, 750 человек из 30 регионов страны приняли участие в наших экспедиций. Конечно, еще большее количество местных жителей трудилось вместе с нами. Мы проводили работы в 32 храмах в Архангельской, Вологодской областях, в Республике Карелия, Коми, в Тверской области, в Ленинградской области. Бог творец, и Он дал нам возможность сотворчества. И вот когда мы сохраняем древние храмы или святыни, построенные столетия назад, то частичка нашего сердца остается там. В этом сезоне экспедиции побывали в 8 регионах. В Республике Коми в поселке Нючпас, в храме Праведного Прокопия Устюжского, после проведенных противоаварийных работ, которые спасли храм от разрушения, была отслужена первая божественная литургия почти за 100 лет. Это была архиерейская служба. Литургию возглавил архиепископ Егоревский Матфей. С владыкой в экспедиции приняла участие молодежь северо-восточного и юго-восточного векариатств Москвы. На литургии было около 300 человек, включая местных жителей. Такого события в Нючпасе еще не было. Восстанавливая храмы, во-первых, молодежь, которая участвует в этом проекте, из, скажем так, отдельных молодых людей превращается в крепкий коллектив. Образуются семьи, православные семьи. Трудясь на храмах, они воцерковляются, учатся первые шаги, делают в опыте молитвы. У людей появляется надежда, что раз храм восстанавливается, значит, они не забыты. Они не забыты в церкви, не забыты государством. И вот эта надежда, наверное, она помогает им сохранять этот оседлый образ жизни на тех местах, на которых они трудились многие годы. Особо были отмечены командиры экспедиции. Это те люди, на которых лежит ответственность за все, что происходит в поездке, за качество выполненных работ, за жизнь и здоровье добровольцев. Протерей Алексей Яковлев, как руководитель проекта, наградил каждого командира. В Республике Карелия храм Александра Свирского в Космозере, построенный в 1769 году, спасала дружная команда Елены Бердяги. Установили консервационные кровли с сохранением исторического теса, крест, произвели подготовительные работы для перекрытия шатра и главки в следующем году. Храм был действительно в критическом состоянии. Крыша буквально была фактически как решету. То есть мы его спасали. Потому что и в чем уникальность этого храма? Это единственный шатровый храм, который сохранился за Нижье. Мы отслужили там литургию. Причем так получилось, что хор фактически у нас состоял из добровольцев. Так что мы своими силами, можно сказать, помогая батюшкам. Во встрече приняли участие сотрудники Министерства культуры, архитекторы, художники, реставраторы, ведущие специалисты в области деревянного зодчества. Давний друг общего дела, глава фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Анна Витальевна Громова вместе с добровольцами посещала деревню Уорзагары на высоком берегу Белого моря и ее церковь Николая Чудотворца. Было потрясающе, когда я попала на один из первых съездов общего дела. И в зале было огромное количество молодежи и грандиозное количество маленьких детей. Это все пары, это все молодые люди, девушки, юноши, которые нашли свою судьбу, которые встретились в этих походах, которых объединило волонтерское движение. Общий труд, общая цель, общая молитва. Это очень важно. Создание православной семьи сейчас, сегодня, когда мы говорим о православной семье, когда мы говорим о годе семьи, мы должны создавать нашей молодежи условия для того, чтобы они могли делать общее дело. И только общее дело, общая молитва, любовь к Отечеству, любовь к Богу, они являются созидательными. Сезон 2023 года был очень плодотворный. Все, что получилось, это благодаря помощи и посильной лепте каждого участника, отметил руководитель проекта, отец Александр. Команды уже готовятся к следующим экспедициям. Координационный центр движения «Общее дело» – это московский храм преподобного Серафима Саровского в Раеве. Стать участником проекта может любой человек.